Кадыров и еще четверо великих россиян попали на прошлой неделе в санкционный список проклятых америкосов. Песков незамедлительно поатрапортовал. Россия зеркально ответит очередным запретом на импорт чего-нибудь. И вот тут мне стало интересно. На этот раз наш эфи каким образом по россиянам шарахнет? В смысле, что запретят-то? Ввоз недорогих иностранных автомобилей или недорогой, но качественной одеждой и обуви, впрочем, тут же поймал себя на мысли, ну и что, мы и в лаптях можем походить. Фуфайках от фабрики Алеша в Жигулях поездить, зато Трампа накажем, а то ишь нехороший человек. Рамзану Ахматовичу въезд на территорию США закрыл, да еще лишил возможности прикупить дачу где-нибудь на Гавайях. Нет уж, мы за своего Рамзана грудью, так сказать, и пускай они захлебнутся жалчью, начинаем. Россия. А Левада Центр очередным соцопросом порадовал, выяснив, что 67% россиян гордятся своей страной. Для сравнения, в 2013 году, до начала экономической войнушки, которую мы развязали со всем миром, и когда, в общем, люди-то жили немножко получше, таких гордящихся было на треть меньше. А еще 72 из этих 67% уверены, что Россия является величайшей издержавшей. 64 считают, что без нашего народа планета вообще давным-давно прекратила бы свое существование. Вот вам, пожалуйста, недаром зомбоящеры хлеб свой все-таки едят, а я их постоянно вне профессионалов записываю. Смешон в данном случае я. Раз, два, три. И мы счастливы! Правильно. Главное, что у нас есть национальный лидер, почти святой человек, за которого в марте надо обязательно проголосовать. Если бы не он, вообще бы все рухнуло. И фашистов бы не победили в 45-м, и в космос не полетели в 61-м, и Харламов бы те две шайбы не впечатал в ворота канадцев, хотя че я ерничаю. Не удивлюсь, если в обозримом будущем Госдума примет закон, согласно которому правоприемникам всех заслуг СССР нужно будет считать партию «Единая Россия» и ее вождя. А ладно, это реальная журналистика сегодня о скрепном. Поехали! А в Рунете продолжают закручивать гайки, но не все. Недавно я вам рассказывал о том, что Роскомнадзор заблокировал доступ россиян к интернет-ресурсу «Открытая Россия». Генеральная прокуратура признала эту организацию нежелательной, и сотрудничество с данным СМИ отныне может и, скорее всего, будет караться по закону. Но в этом, в принципе, ничего удивительного я не вижу. Не секрет, что данное средство массовой информации финансируется опальным олигархом Ходорковским, который априори нежелательным гражданином нашей страны является. А вот теперь хочется сказать о странной избирательности Комнадзора и прокуратуры. На днях мне написала жительница Нижнего Тагила, которая обнаружила, что ее маленькая дочь состоит в ВКонтакте в одном интересном паблике. Паблик твой, тот называется «Синий лис», и на данный момент его участниками являются около трех миллионов человек, преимущественно детей. И вот эта прелесть! Согласитесь, неплохие развивающие игры ребенку предлагаются. Впрочем, на титульной странице сообщества вы этого не увидите. Там все чинно, благородно. Детишки рисунки своей лису отправляют и получают за это стикеры. Игры вот эти вот замечательные им предлагаются в секретной группе. Вход туда является платным. Позлать ей ручку и приобщись к прекрасному. А вот только Роскомнадзор всего этого не видит. Прокурорские тоже. Администрация «Контакта» также ничего не замечает. Равно как и до этого все дружно они не замечали другого популярного детского паблика «Синий кит». Вот некоторые мои программы, эти да, эти признаются вредоносными, их блокируют. Статьи моих коллег удаляются. Сайты целые в бан летят, потому что неграмотно политически люди ориентированы. А тут, ну детям же нравится, поднимаю палец вверх. В Воронеж вас приглашаю, где в конце прошлой недели на пульт дежурного в полицию в смысле поступил анонимный звонок. На центральном рынке кто-то якобы заметил подозрительный предмет, возможно бомбу. Рынок тут же отцепили, народ эвакуировали, собаки с саперами приехали. В общем, несколько часов решали проблему. К счастью, информация оказалась чьей-то злой шуткой, а дальше знаете, что было? Ребят, вас сейчас еще большая гордость за страну охватит из-за отдельных наших соотечественников предприимчивых. Внимание! Здание оцепила полиция, подъехали сотрудники МЧС и газовой службы. Продавцов и покупателей вывели на улицу, при этом на внутренней парковке рынка оставались автомобили. По сообщениям Воронежцы в социальных сетях водители не выпускали, пока те не оплатят стоянку. У паркоматов образовалась очередь. О как, пофиг, бомба, не бомба. Но машина же твоя все это время на территории рынка стояла. Не важно, что ты не мог ее оттуда забрать, все равно плати. Вот недаром ведь эту поговорку придумали наши мудрые предки. Кому война, кому мать родна Суперова. Продолжаем поминать добрым словом мошенников столицу. Теперь давайте заглянем, где плотность таковых мошенников. В смысле, самая высокая в стране и где чаще всего жулики работают в тесном контакте с чинушами. История эта началась в 2011 году, когда на севере Москвы пафосно с помпой заложили первый камень в строительство будущего модного жилого комплекса Митина-Аристова. Спустя 4 года в 2015 микрорайон сдали в эксплуатацию. Власти его приняли на баланс, еще бы курировал стройку сын одного большого министра. Вот только как приняли, непонятно. В домах не было ни отопления, ни газа, ни света, ни канализации. Дороги, инфраструктура и подъездные пути тоже отсутствовали. Но этого никто из чиновников не заметил. А знаете, что это значит? А значит это, что устранять недостатки будут уже за счет налогоплательщиков, за счет бюджета. То есть, ага, все, город работу принял, остальное проблемы города. В данном случае Красногорска, на территории которого комплекс располагается. Поздравляем красногорцев! Застройщик предлагает брать ключи от квартир второй очереди и заселяться. Нет-нет, сегодня там, к счастью, уже не так все страшно. Недочеты устранены. Молодцы сами люди, которые долбали местные власти. Наверное, и приближающиеся выборы в какой-то мере помогли. Но, повторюсь, за счет кого недочеты-то устранили? Да за счет вас, дорогие соотечественники. За счет чьих-то пенсий, соцвыплат, пособий, заработных плат. А вот кто-то на этом деле все-таки умудрился остаться в полюсах. И даже пальцем по этому поводу ему не погрозили. Гордитесь, господа, гордитесь. Это я к тем 67% из опроса Левада-центра обращаюсь. Кстати, хотите еще один повод для гордости? Вот самый реальный, самый настоящий. О скандале по поводу Олимпиады 2018. Внимание! Мы играем всю жизнь, начиная с середины 60-х годов, не на своих коньках, не своими клюшками, не в своих, так сказать... Вот с этого надо начинать. Мы трусов собственных сшить не можем. У нас что, хоть один бренд есть, который хоть что-то производит? Да ни черта подобного. Вот с этого начните. А не ломайте людям жизни. 20 лет человек шел к тому, чтобы стать чемпионом, и какой-то чиновник ему объяснял, как ему, что ему принимать, что не принимать. Потом нахлобучили этого чиновника, и жизнь ребенка, который 20 лет шел к этому, 25, понимаете, она поломана. Все. И мысли, давайте нам лишь бы флагом помахать. Каким вы флагом хотите? Коньки научитесь выпускать, вашу мать. Все, что могу сказать, браво артисту. Вот он, наверное, ответил за всех думающих людей. Абсолютно правильно все сказал. С флагом, без флага, какая разница? Почему нельзя даже в такой ситуации приехать и выиграть? Пусть в чужих коньках, пусть в трусах, сшитых где-нибудь, не в самой великой стране. Вот это был бы поступок, но мы же предпочитаем орать про наше могущество. Слушайте, а может и правда нам бы зад, собственно, и сперва подтирать научиться. Все. Это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе, ссылка на нее прямо надо мной, вы найдете больше полезной и интересной информации. Заходите и будьте в курсе. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже масса интересного. Ну и в друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, и я же за всем спешу откланяться. Пока. Вот такая брат-дорога в России. Субтитры сделал DimaTorzok